Всем привет, мои дорогие зрители! Очень меня волнует одна проблема, вот решил с вами посоветоваться. Уверен, это будет улет. Есть тема, о которой я нет-нет, да упоминаю в своих видео, как о мечте. То есть планирую ее реализовать в дальнейшем, и это проект и строительство УЗВ. Установки замкнутого водоснабжения. Очень хочу попробовать разводить рыбу в условиях небольшого хозяйства. Это мечта. Осетры в небольших бассейнах. От малька до товарной рыбы. Ну, а там чего греха отаить, может и до икры каких-то несколько лет. Ну, а как еще в наше время честному труженику черной икрой разжиться? И вот когда я подобрался почти вплотную к точке начала проекта, случилось то, что случилось. И теперь вот я крепко призадумался. Ну, я просто живо себе представил диаметр трубы, в которую я могу вылететь вместе со своим вот этим рыбным хозяйством. Вот об этом, об экономике всего этого осетрового, ну, или неважно, любая другая аквакультура, вот я бы хотел сегодня и порассуждать вместе с вами. Любые мнения, советы, отклики приветствуются. Итак, разумеется, я давно интересуюсь этой темой и знаю, что рыбоводческая мини-ферма с годовым выходом меньше 10 тонн товарной рыбы, ну, хорошо, хотя бы 5, если меньше, то это, естественно, чисто дотационная деятельность. Это не бизнес. Тут, ну, зарабатывают разве что только производители оборудования, которые вам его продадут. Один барабанный фильтр сейчас, такой небольшой, кубиков всего лишь на 30, стоит больше 100 тысяч рублей уже. Бассейны, воздуходувки, насосы, биозагрузка, малёк, ну, в общем, в целом там так конкретно набегает. И это при условии, что всё это ты будешь делать, монтировать сам. Потому что профессиональный проект, монтаж под ключ и консультации профи, ну, это минимум от полумиллиона рублей. Это вот только начинают с тобой разговаривать. Это без учёта стоимости оборудования. Но я же крутой, понятно, что я всё сделаю сам своими руками. Но вопрос сейчас не об этом. Такие большие затраты на оборудование в целом, ну, вот раньше могли бы... Всё это могло быть компенсировано высокой стоимостью и неплохим спросом на ту же товарную рыбу, ну, в частности, на осетра. А сейчас вот получается некий разрыв, что ходовые товары и, ну, такой же ширпотреб вырос более сильно, а дорогие, вот в частности осетрина, не так сильно выросли. Ну, то есть, условно я условные цифры сейчас приведу. Если, допустим, там какой-нибудь карп вырос на 50% цена, то осетрина всего лишь на 15. То есть, разрыв не такой большой получается. То есть, экономика качнулась, основательно качнулась. Когда я только начинал обдумывать эту идею, это год 2015-2016, ну, вот по прикидкам, тогда небольшая такая скромная УЗВ для личного подсобного хозяйства выходила, ну, тысяч в 200-300 рублей. Речь, естественно, не о промышленной установке, не о промышленном оборудовании, ну, вот такая вот домашняя мини-УЗВ. Дальше я, ну, по ходу дела решал всякие насущные проблемы хозяйства, поднимал отечественное любительское крыльководство и вместе с этим планомерно рос ценник моей мечты. Вот уже и полмиллиона стали вполне себе расходной величиной. Но даже это не могло напугать фермер-одиночку. Энтузиазм и стремление к мечте превозмогали все эти препятствия. Но вот мы дошли до весны 2022 года. Я хоть и увлеченный фермер, но я не фанатик. И если надо остановиться, чтобы не увеличивать ущерб или убытки, то, конечно, это надо сделать. И вот я остановился и призадумался. Ну шо? Подобьем бабки? Итак, стоимость оборудования за последние два месяца выросла минимум на 30%. Малек тоже дорожает. Но это в сущности не так страшно. Ну, будем считать, что просто выросла цена входного билета в этот бизнес. Но за это я не так сильно переживаю. Ну, в крайнем случае, все эти издержки можно было как-то компенсировать в целом упрощением системы. Например, вместо специальных ванн, бассейнов, ну там и на заказ сваренных бассейнов, берем те же еврокубы, у больших срезаем вверх, для молоди делаем из одного еврокуба два, ну, располовинивая их болгаркой. Это все очень просто, известно. В итоге цена одного бассейна в ванной у нас уже выходит не 10-20 тысяч рублей, а всего 4, 4 тысячи рублей. Это уже, ну, ощутимая экономия. Да, это все не так красиво, не так празднично, но это все функционально. Разницы нет. Еврокубы для домашних УЗВ уже много лет используют. Это дешево, это просто. С прочим оборудованием, ну, тоже есть всякие варианты упрощения. Хотя, конечно, китайцы, Алиэкспресс тоже сейчас ценники задрали из-за курса очень сильно. И не совсем понятно, как там идут доставки. Не все проходит, но, тем не менее, можно выкрутиться. Но главная проблема для меня в другом. Цена корма для рыбы. Она потрясающая. Кто там жалуется на дороговизну корма для ушастиков всех стран, рекомендую осведомиться о цене корма для осетровых, например. Эти корма, естественно, высшего качества, они только европейские. И ценник, соответственно, буржуйский. Биомар, Дания, 25 килограмм от 6500 рублей. Кстати, видел, даже за 600 рублей килограмм было объявление, но это с рук. Ну, так, в принципе, можно купить 25 килограмм этого корма за 6500. Пока. Копенс, известный хороший корм, 20 килограмм, 8700 стартовый. Продукционный 6100 за 25 килограмм, мешочек. 6100. Ну, и до 7000 рублей, потому что там разные виды. 7000 рублей, ну, грубо говоря, будем ориентироваться на максимум. 7000 рублей за 20 килограмм. В итоге все это получается, что корм стартовый для осетра у нас выйдет где-то 435 рублей. И около 250 рублей за кило от кормочного. Ну как? Корма для кроликов, для бройлеров, для перепелок уже не кажутся такими дорогими. Конечно, можно купить и отечественные корма для рыбы, их тоже делают, но практика-то показывает, что привесы именно по осетрам меньше. А вот уделать бассейны, забить фильтры и испортить воду, это с превеликим удовольствием. Пожалуйста. Ну, не получается у нас пока выйти на уровень мировых стандартов. Что делать? Надо работать. А с такими ценами на кормах мы возвращаемся к вопросу о диаметре трубы, в которую я могу вылететь, начав это предприятие. Ну, просто мои кролики всё это не вытянут на своих скромных плечиках и ушках. Получится, что рыба у меня просто сожрёт моих кроликов, фигурально выражаясь в экономическом плане. Плюс электричество, плюс отопление. Ну, хорошо, осётр рыбка холодноводная, выносливая в этом смысле. Так что воду греть постоянно ему не надо. Это не тот же клариевый сомик, который вообще в шоке от того, что его из Африки занесло в края, где 8 месяцев в году холод собачий. У нас реально 8 месяцев в году холодно. А сомика бы я, конечно, тоже попробовал. Очень мне нравится эта рыбка, я пробовал его копчёным, очень мне нравится клариевый сом африканский. Но столько тепла меня просто разорит. Да и, конечно, очень грязновато будет система, потому что от сомика такое количество слизи и всяких отходов, что просто жутко забивает система. Ну, тут надо выбирать либо благородный осётр, либо это африканская свинюшка. Считаем электричество на систему. Это насосы, помпы, воздуходувки, аэрация, освещение, автоматическое кормление обязательно, барабанный фильтр, промывка. Всё-всё-всё суммируем. И получается, что по самым скромным подсчётам даже на небольшую домашнюю УЗВ для дома для семьи у меня каждый час, днём и ночью, зимой и летом будет капать киловатта по полтора электроэнергии. Плюс-минус рост тарифов, достаточно прогнозируемый, что он будет расти. И получается, где-то 180 рублей в сутки мы платим за то, чтобы всё это работало. Ну, а запустив УЗВ, это как сердце. Остановить нельзя. Без каких-то фатальных последствий. Итого, получается, что 5-5,5 тысяч рублей ежемесячно к коммуналке прибавляем, будьте любезны. Повторяю, это махонькая УЗВшка для личных целей. Перспективу получения хоть какой-то товарной рыбы замаячит призрачно, ну, не раньше, чем через год. А за это время мы уже 60-65 тысяч потратили только на электричество. Круто! Повторяюсь, остановить систему с рыбой нельзя. Типа, ну, давайте переждём там, давайте сэкономим, давайте подождём там. Ну, это не стиралка. Давайте, мол, таймер поставим, и после 23 часов по ночному тарифу будем крутить. Это 24 на 7. Плюс нужен резервный бензиновый генератор с автоматическим пуском. Это тоже стоит довольно много денег, а он должен стоять под парами, всегда готовый. В полной боевой готовности. Вещь, кстати, не дешёвая. Ну, к счастью, конверсия корма у осетровых не как у кроликов, ну, а где-то 1 к 1,5 примерно, ну, с хорошими кормами. То есть на 1 кг веса нужно примерно 1,5 кг хорошего комбикорма. Ну, и нормы кормления, насколько я знаю, они тоже не как у вечно жующих ушастиков, они поменьше, естественно. В зависимости от условий, если округлять, то растущий осётр потребляет в сутки примерно 2-3% от своего веса. Ну, это очень грубо. Это именно в виде комбикорма. То есть стадия малька, у нас всё классно. Мы стартовым кормом, ну, то есть мы купили там несколько килограмм этого малька, и он будет съедать очень мало. Кажется, всё ерунда. Но, когда рыбёха подрастает, допустим, уже 100 кг деликатеса бултыхается в наших ваннах, каждый день это 3 кг корма. Будьте здрасте. Ну, грубо говоря, косариком в день мы прокормим эту ораву. Дальше. Рыбка кушала у нас хорошо, слушалась папу и выросла из нашего малька 1000 кг. Тонна рыбы. А вот тонна рыбы уже будет жрать по полтора таких мешочков в сутки. Итого, 10 тысяч рубликов суточный паёк. 300 тысяч рублей в месяц удовольствие покормить рыбку. А тонна рыбы это не так уж много, как может показаться. Это всего лишь 300 рыбёшек по 3 с небольшим килограммом. Ну, понятно, что я беру пиковые цифры и предполагается, что уже начиная с определённого веса, с определённого возраста, мы будем реализовывать рыбку, уже товарную, где-то по полтора килограмма. Но при подготовке плана надо делать самый пессимистичный расчёт с пиковыми значениями, с самым таким пессимистичным сценарием. Опыт показывает, что даже такой расчёт не выдерживает встречи с реальностью, к сожалению. И даже в самом жутком экономическом расчёте надо ещё прибавить процентов 20-30 именно для достоверности, потому что мы всё равно всего учесть не можем. Теперь с реализацией. Ну, хорошо. Начнём предлагать тем, кто уже у нас берёт, например, кролика, ну и другую сельхозпродукцию. И тут выясняется, что брать у вас рыбу по текущим ценам, ну, то есть по минимуму 800, а то и 1000-1200 рублей за кило, ну, это просто придётся предлагать именно по такой цене, чтобы свести концы с концами. А желающие что-то в штабеля не ложатся, не будет столько желающих прям. Говорить про окупаемость такой мини-системы, ну, мне просто страшно. Тут даже речи, по-моему, быть не может, даже из приблизительного расчёта. И вот смотрите, ещё какое интересное наблюдение я сделал. Я так послеживаю вот за сайтами объявлений. Ну, это иногда позволяет уловить такие неожиданные тенденции, чем люди живут, что продают, чем интересуются. Так вот, последнее время просто волна сельхозпредприятий выставлена на продажу. И это я смотрю только по своей области, Московской области, вот то, что рядом. Люди избавляются от ферм, от УЗВ, от животноводческих комплексов, от птицеферм, птицефабрик, ну, вот всё, что есть. И прочего счастья сельскохозяйственного, которое, по заверениям некоторых аналитиков, нынче на подъёме. Ну, раньше это были какие-то такие одиночные варианты и преимущественно от агентств. Сейчас всё просто завалено объявлениями собственников, хозяев, ну, и тому подобного. Ну, просто невероятное количество предложений готовых хозяйств, работающих хозяйств или помещений, ферм, которые освободились от животных и так далее. Те же УЗВ-шки продаются, в принципе, вот, прям готовые, то есть уже смонтированы. Ну, то есть человек продаёт УЗВ, ну, там причины разные называются, обычно это переезд в другую область, но, тем не менее, вот продаются прям готовые комплекты. Ну, то есть теоретически, купив такой комплект, то есть готовые УЗВ, можно немного сэкономить на оборудование, если оно, конечно, в надлежащем качестве, а не убито и изначально не делалось из добра и палок. Ну, то есть можно купить с дисконтом вполне рабочую систему и собрать её уже на новом месте. Ну, конечно, сразу встаёт вопрос с транспортировкой, потому что в любом случае любую систему надо смотреть, и в основном все эти системы где-то на юге расположены, то есть обычно это где-то Краснодарский край и где-то рядом. Ну, в общем, фермерский мир в беспокойстве. И вот, друзья, я сижу и не могу все эти цифры срастить вместе, так, чтобы у меня холодок по спине не пробегал. Ну, вроде и хочется попробовать новую тему, и это же вызов, новая вершина, и зрителям могло бы быть интересно, ну, с нуля, своими руками всё это собрать, запустить малька и дорастить до товарного веса. Ну, это же круто, согласитесь, всё это в таких вот домашних условиях ЛПХ, то есть, в принципе, каждый может так же сделать. Кто-то мог бы перенять опыт и учиться уже на моих ошибках, а не делать собственные, не тратить свои деньги. Но я, откровенно говоря, не готов завалить на себя столько расходов и рисков сразу. Ну, и к тому же, кто сказал, что я без опыта, ну, вот, сразу не наломаю дров без подготовки и, например, не потеряю малька в процессе, может быть, даже не один раз. В общем, друзья, пишите, пишите ваше мнение, предложение, если есть какие-то мысли, что думаете по этому поводу, вообще по этой теме рыбоводства, может быть, у кого-то есть опыт уже. Так что, жду ваших откликов, вечно ваш, фермер-одиночка, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok